Жако, вообще с кем собирается драться? Будет драться или нет? Ассалам алейкум, лидии и джентльмены! С вами Сула, наш боец! Как вы помните, да, вот 6 декабря в Астане, иншалла, должен состояться турнир на из АФС 55. Один из поединков этого турнира, мейнкарда, должен был быть поединок Жалгаса Жумагулова против бразильца Яго Рибейро. Ну вот, буквально вчера, ребят, пришла инфа от Яго Рибейро, вот такая вот фотография. В общем, официально Яго Рибейро выбыл из поединка против Жалгаса Жумагулова из-за срочной операции на глаз. И вот это вот фото, да, ну вот так вот, да. Как бы то ни было, все, Яго Рибейро ушел с этой темой и драться не будет. Но матчмейкеры на из АФС быстро, в скорейшем порядке, нашли замену в лице японского бойца Масата Накамура. И сейчас я бы хотел познакомить вас с шердогом этого бойца. Но прежде, леди и джентльмены, прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, наш боец Чироки. Вот по этой ссылочке сможете найти мою телегу. Также ссылку оставлю в описании под этим видео и в первом же закрепленном комментарии. Помимо того, что на этом телеграм-канале у нас ежедневно выходит как минимум 3 новости про единоборство РК и мира в целом, у нас там проходят прямые эфиры UFC бесплатно. То есть, ребят, хотите на халяву посмотреть UFC, двигайте-ка мне в телеграм-канал наш боец Чироки. Ну а теперь давайте познакомимся со статистикой Масата Накамура, новым соперником нашего Жако. Итак, Масата Накамура 26 лет, 9 побед и 7 поражений. Из 9 побед 1 нокаут, 2 сабмишина и 6 схваток он выиграл за счет решения судей. Из 7 поражений 2 технических нокаута, 4 сабмишина и 1 схватку он проиграл за счет решения судей. Крайние 5 схваток. 3 раза победил и 2 раза проиграл. Вот так вот. Больше сказать об этом бойце, вот чисто глядя на цифры, на статистику, я сказать ничего не могу. Ну ладно, из 9 побед он 6 раз выиграл за счет решения судей. Возможно у него все нормально с функционалкой. То есть, ну примерно вот так вот. Больше сказать нечего. Да и состоится ли эта схватка или нет? Да, Ягорь и Бейра вот за 2 недели сорвался он там до ушу. Ну вроде, такие вы знаете, корейские бойцы и японские бойцы, вроде они такие, знаете пацаны. Любую возможность, в общем берутся за любую возможность и выходят. Так что вероятность того, что этот поединок состоится, я думаю, есть. Большая. Вот так вот. Но в любом случае, да, этот турнир Найзай МС 55 пройдет в городе Астана. По билетам. Че там по билетам? Сейчас давайте спросим у самого Нурбека Харабала. Слушаем. Асаламу алейкум, курумету, достар. Біздің Найзай Юлюбес кардымызға, жарсыңызға, сонды, мықты бейік ивентымызғе Астанда уйтетің. Азах кунуңға, билеттер үйті жақсыңызға үйті жақсыңызға үйті жақсыңызға үйті жақсыңызға үйті жақсыңызға үйті асаламызға үйті жақсыңызға. Мыхты Жангин, Жалгар Жумагулов, Жасуан Акимжанов, Имран Тай Султанов, Нурбек Кабдрахман. Которые казахские батырцы найдут их. На сайте найза.тв, там надо будет чуть-чуть денежек заплатить, там немного, 400 тенге за месяц, короче, да, и там целый огромный ворок всего, прям, много информации, боев и участия в разных конкурсах, плюс скидки на мерч, то есть это даже очень интересно, ну и не забывайте, что это все-таки поддержка нашей казахской лиги. Ну что, леди джентльмены, на этом наш выпуск подошел к концу, спасибо, что были с нами, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, с вами был Сула, наш боец, всем пока, салам алейкум, ари ведарчи! Субтитры сделал DimaTorzok